Всем привет! Вот решил рассказать за свой поплавок с кивком собственной конструкции. В прежних моих видео, возможно, вы его и видели, но я за него не объяснял. Конструкция, конечно, громоздкая, но у меня все же возникло желание что-то подобное сделать. Сначала в общем. Поплавок состоит из длинного киля для устойчивости. Внизу киля груз 5-6 грамм, тело поплавка, у меня оно из пенопласта, скоба, которая соединяет кивок с поплавком, но и самого стального кивка. Теперь поэтапное изготовление. Сначала из столистой проволоки сгибаю скобу. Начальное место сгиба проволоки будет вершинкой скобы. Эта скоба будет возвышать кивок над телом поплавка и отводить его чуть в сторону, чтобы сгиб кивка происходил в пределах устойчивости всей конструкции. Для изготовления киля беру бамбуковую палочку диаметром 3,5 мм. Накладываю палочку на нижнюю часть скобы и обматываю нитками. Потом пропитываю нитки жидким клеем-моментом. Вот сам кивок, он стальной, в двух амортизаторах у основания. Один резиновый, другой пружинный. Этот кивок бренда Сальма. Наверное, наличие такого именно стального кивка сподвинуло меня на этот проект. Абы какой простой кивок, таких нагрузок, думаю, может не выдержать. Часть резинового амортизатора я обрезал. Часть ушка на кончике откусил, так чтобы остались два кротких усика. Они в дальнейшем пригодятся. Наложил кивок на верхнюю часть скобы, как показано на рисунке, чтобы примерно половина резинового амортизатора заходила на скобу. Предварительно стальную заднюю часть кивка чуть откусил по длине и согнул вот таким образом для дальнейшего крепкого соединения со скобой. На уровне резины и скобы намотал нитки и также на уровне скобы и задней части стального кивка. И все это пропитал жидким клеем-моментом. Сделал палочку длиной 22 сантиметра. Теперь делаю кончик кивка, куда будет крепиться леска. Отрезал бамбуковую палочку длиной 21 миллиметр. Одну треть палочки наложил на кончик кивка и обмотал нитками. Оставшаяся вилочка на конце кивка пригодилась для надежного крепления. И потом также я пропитал нитки клеем и клеем покрыл саму палочку для водонепроницаемости. Вырезал тело поплавка из пенопласта в форме типа усеченного шара. Просверлил в нем отверстие и смазал это отверстие герметиком. И киль вместе насадки. И отдел пенопласт на киль. Можно воспользоваться также и бокситкой. А если тело из пробки, то можно и клеем-моментом. Далее из проволоки сгибаю скобу под груз на киль. В конце этой скобы делаю ушко под проход лески. Посередине место под груз. И выше два усика для крепления этой скобы на киль. Еще выше на киль делаю две скобы для прохода лески. На месте соприкосновения скоб и киля и сам груз обматываю нитками и пропитываю жидким клеем-моментом. На палочку на конце кивка одеваю туго кембрик для фиксации лески. Тут же регулируется глубина. Киль весь покрыл черным лаком. Леска заходит от удочки сверху кивка через кембрик, туго одетый на палочку диаметром 2,5 мм. И выходит в конце кембрика. И потом проходит через три ушка. При сильной поклевке происходит самопосечка. Так как кивок идет без особых усилий вниз и резко встречает упор на верхнем ушке и рыба засекается. Нагрузка на сам кивок приличная. Тут при подсечке идет рывок кивка вверх и не каждый кивок такой выдержит. В данном случае все сделано надежно. Во-первых, кивок стальной и на разрыв не боится нагрузки. Во-вторых, для надежного соединения кивка и палочки на конце кивка я оставил вилочку. И после ниток и пропитки клеем все держится надежно. Сталь я под нитками еще чуть зашкурил. И нитки наматал не просто, а как бы растягивая кивок то в одну, то в другую сторону, а потом уже обмотал по кругу. В-третьих, резкая подсечка сглаживается самим кивком, далее пружинным амортизатором, далее резиновым амортизатором и еще дальше согнутой стальной скобой. И крепление у основания кивка тоже очень надежное, так как после выхода из резины он согнут вниз, потом идет параллельно скобе и потом загнут вверх. Я при креплении его нитками вставил нитку в иголку и как бы прошиванием растягивал кивок в двух направлениях, то к одной, то к другой проволоке, потом снаружи обмотал по кругу нитками и потом пропитал клеем. Получилось как одно целое. Я рекомендую, которая измельчительная зата наиболее. Я рекомендую, чтобы потолкиρые в другую сторону и transmитив мягкие вето. Это организм сделан, так что ты не можешь использовать. Это измельчительная зата наиболеме и стильная. Моцмельчительная зата наиболее. HTML и есть санкайл. Санкайл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну вот как-то так Всем пока, удачи!